Сегодня мы пришли в Храм Божий для того, чтобы почтить святую великомученицу Екатерину. За окном, как вы видите, красота. Земля оделась в снежные наряды, как невеста. И самое время подумать о душах людских, которые тоже должны быть невестой Божией. Как мы читаем с вами, окропишем и сопом и очищусь, а мы, ишемей, пачи, снега убелюся. И невесты в белом идут под венец. Не всегда, впрочем, ходили. Вы знаете, что в средневековье подвенечный цвет был зеленый. Белый цвет подвенечного платья появился только в наполеоновские времена, в начале 19 века. То есть только с тех пор мужчины стали одевать черные, а женщины белые. Раньше одевали разные, например, зеленые. Оно цвет плодородия, цвет, так сказать, зелень, цвет троицы. Но мы сейчас уже ассоциируем, конечно, только с белым. Чистоту подвенечную и чистота савана для покойника тоже должна символизировать то же самое, что саван. Он белый. Он тоже означает наше желание, чтобы человек был чистый и вошел в царство света, где ничего не спрячешь, ничего не скроешь, никого не обманешь, где все прозрачно. Кстати, на Востоке схимники носят белые облачения. У нас схимники в черном все. А есть местные традиции, там где-то у Ефиопов, там где-то в Египте, кстати, тоже. Там схимники носят белые. Белые все как снег. И при этом они там не едят, не пьют и всю жизнь молятся. Так что это, значит, смысл в том не в том, что тебя погребли и ты там страдаешь, а в том, что ты ушел от мира и радуешься. Ну и мы совершаем память Екатерины. Я всегда одно и то же говорю в этот день. Она сочетала в себе все достоинства, которые могут выпасть на душу девушки. И это было ее проблемой. Она была красивая, богатая и умная, и благородная. И это была ее беда. Потому что благородная девушка никогда, нигде и до сегодняшнего дня не может легко и свободно выйти замуж, например, за слесаря или чернорабочего. Это всегда проблема для нее, для родителей, для всего этого окружения. Нужно искать себе подобного. Умная девушка никогда не захочет жить с дураком. Это очевидно. Женщина хочет смотреть на мужа, открывший рот, как на хозяина, чтобы он говорил, а она внимала. А если он дурак, а она умнее его, она не сможет с ним жить. Это противоестественно. А красивая, конечно, хочет красивого себе, но не хочет отдаться какому-то замухрышке, если она действительно красивая. Это всем известно, это очевидная истина. Ну и, конечно, опять-таки, богатому трудно сойти сверху вниз и выйти замуж, жениться на простушке. Это все тоже выше ума. Это все с Христом, это во Христе все возможно, потому что Христос богатый, пришел в мир, стал нищим и взял в жены заморашку, языческую неплодящую церковь. То есть взял нас всех к себе в невесты, в такую коллективную невесту, церковь Божию. Но это только во Христе. А так вообще у людей, значит, если ты богатый, красивый, умный, там все остальное, тебе очень трудно найти себе пару. А что такое девушка без пары? Это бедный человек. А кого себе брать? Кого-нибудь? Вот тут она попала в тяжелую проблему бедную. Когда все очень хорошо, то это нехорошо. Но с Катериной все получилось очень хорошо, потому что она в своих этих терзаниях и мыслях, ну а как дальше жить? Ну вот она уже девушка, вот уже надо же быть матерью, это все понимали. Раньше это понимали очень-очень легко и просто. Начались обычные дела женские у девушки, значит, все уже можно жениха присматривать. Отчего там дурака валять? Когда? 40 лет? Когда уже гербарий, уже отцветет все, тогда уже начинать замужество. Люди рано выходили замужем. Порог брачного возраста, 12 лет порог брачного возраста, нижний порог, это при Юстиниане, а раньше еще меньше, 11, 10. Чуть-чуть там у нее грудь начали оформляться, как бы значит, чуть-чуть там уже на нее мужчина заглядывается, вроде только на ребенка же не заглядываются нормальные люди, потому что педофилия – это сатанизм. Ну дитё, ну красивое, а тут смотришь, девушка, ничего себе такое. Еще вчера была пацанка, я как бы смотришь, девушка, девушка уже, уже видно, что уже родить может. А раз может родить, значит, у нее уже все есть в голове и в руках, чтобы она уже должна была и работать и так далее. Короче, они все рано всем этим озабочивались, наши предки. Екатерина имела проблему, что ей не было достойного. И тогда получилось так, что некто из духовных людей, священник некий тайный, открыто вот так вот священники там не ходили в облачениях, с крестами, в рясами, там они ходили в простой одежде и скрывали себя под разными личинами. Поговорил с ней, как бы эту проблему, как бы ее узнал и говорит, что я знаю такого, который красивее всех, умнее всех, богаче всех, благороднее всех. То есть вот тот жених, жених из женихов, короче, самый красивый жених на свете. Говорит, а кто же он, как же его увидать, как бы, значит, ну, как бы, не знаю, надо молиться. Короче, он как-то молился, и она видела, ей было видение, она видела Пречистую Богородицу, которой на руках был божественный красотный младенец. И Матерь Божия говорит сыну, говорит, глянь, сынок, глянь, какая красавица Екатерина. Говорит, какая же она красавица, она черная, безобразная, вообще в ней нет ничего красивого. Пусть грехи свои омоет, пусть крестится, пусть будет моя. И когда такое-то просыпается, значит, не понимает, что это было такое, но у нее остается это чувство благодатного посещения. И потом это видение повторяется, и Христос ее зовет к крещению. И она принимает крещение после этого, и опять он ей является, одеваете на руку перстень, там потом на иконе приложитесь, или уже прикладывается, там она с перстеньком таким изображена. Вот, допустим, такого нет у него Варвары, там, скажем, ни у Параскевы, ни у Анастасии. А у Катерины есть, он одевает ей перстенек такой, и она, когда приходит в себя, как бы после того такого сна, думает, ну, мало ли, что приснится человеку, значит, а у нее перстенек реальный. То есть Христос ее говорит, вот теперь она чистая, красивая, теперь будет моя невеста. И вот этот самый добрый, самый умный, самый красивый, самый богатый Иисус, значит, он взял себе в невесты таких. Сколько у Христа невест таких? В принципе, их в мире много. В раю их уже очень много, эти девственниц, которые посвятили себя Богу. В древней церкви еще не было монашества, но был такой чин девственниц, такой был прям чин девственниц. Не было чина девственников, ну, мужчин, хотя многие мужчины тоже хранили себя в чистоте и не знали женщины, как бы и там как-то так вот жили высокой жизнью. А именно вот для женщин был такой чин девственниц, и они как бы жили при храмах, старались там заниматься вот благотворительностью, всякое-всякое, такой посвящали себя Богу на всю жизнь. Потом этот чин ушел, он трансформировался в монашество, в женское, отчасти ушел, потому что женщины не могли, они как-то испортили этот чин девственниц, потому что постепенно, постепенно как бы расслабились там, как бы там и как-то, значит, стали смотреть на мужчин, мужчины на них, как бы это все, короче, это все мохом поросло. Исчез, короче, чин этот, но появилось женское монашество. Есть женское монашество, в котором, конечно, были и в монашке это женщины, знавшие мужа и не знавшие мужа. Оно разное. Преподобный Серафим говорит, что если женщина была с мужем, когда-то, значит, жила с мужем, детей имела, все-все-все, она не должна жить с теми, кто мужа не знал. Они разные. Говорит, одна мужатая перепортит весь девичий монастырь, они другие. У них уже все другое, голова другая, там все-все-все. А эти, как бы, значит, чистые. До сегодняшнего дня нужно, как бы, похвалить Бога за то, что при всем том, что мир, конечно, очень развратный и очень платоугодливый. И главная цель жизни, как бы, это наслаждение. А когда люди к наслаждениям стремятся, они без греха остаться не могут. Когда, в чем смысл жизни человека? Он говорит, свобода, деньги, наслаждение. А какие наслаждения? Ну, разные, там, на карусели покататься, там, мороженого поесть. А дальше? А дальше больше. А в конце концов? А в конце концов разврат. А конец нам известный. В букве А находятся мороженые и карусели. А в букве Я находятся, как бы, Содом и Гамора. Это всем известно давно. Тут нет никакой тайны. Поэтому, когда цель жизни наслаждение, в конце будет разврат. А когда цель жизни разврат, тогда монашства, в принципе, не должно быть. Его, как бы, его нету. А оно есть. То есть на сегодняшний день, к счастью, слава Богу, люди спасаются. Одни чадородием, другие девством. И есть девушки, не знавшие мужа, посвятив себя Богу. Есть. Есть люди, которые ни разу не целовались с противоположным полом. Ну, со своим тем более. То есть и юноши, и девушки, есть такие девственники. Есть люди, которые женщину не видели в жизни. То есть есть такие, которые, допустим, отец, например, там, овдовел, забрал сына маленького, там, ушел в монастырь, как бы, и сын живет в монастыре, он женщин не видел вообще. Если он женщину увидит, говорит, а кто это? Говорит, это монахи из дальних монастырей. Там другие монахи. Ну, серьезно, я не шучу. То есть есть люди, которые не видели этого всего. Вот Катерина, это девушка, это красивая, умная девушка, которая обручилась жениху Христу. Нам что с того? Нам, дуракам, грязнулим. Значит, ты один не умывался, и грязнулим остался. Значит, они-то помылись, почистились, пошли в рай. А мы-то что с вами, как бы, значит, где наш майдадыр, как бы, значит, у нас это самое, да здравствует мыло душистое, полотенце пушистое, белое, это духовное, это непростая штука. Чуковский писал эти штуки всякие свои в самые жестокие годы, когда вешали людей каждый день, когда стреляли, как бы, людей на полигонах, как бы, аж дуло, значит, раскалялось, как бы, значит, когда убивали на каждом шагу. А он писал, значит, там такое вечное слава воде, там про полотенце там душистое, мыло пушистое, всякое такое, это все такое, это такие символы такие, там это интересно, кстати говоря. Когда-нибудь я вам про это расскажу, то, что сам про это знаю. Почему Айболит на Орле летит, что такое, бегемотики схватились за животики, там это все духовные притчи такие, единственно возможные в то безбожное, жуткое, какое-то совершенно адское время. Так вот, в наше, что нам-то с вами, не мы там, с этих красивых, девиц, таких как Катерина, Варвара и прочее. Но нам нужно вспомнить о том, что Иисус Христос, действительно, это самый богатый, самый красивый, самый сильный, самый верный, самый добрый человек на свете. То есть, если ты знаешь Иисуса Христа, то ты не будешь хвалить ни Ротшильда, ни Рокфеллера, ни Форда, ни Дерипаску, потому что они не богачи в сравнении с Христом, они нищеброды копеечные. Самый богатый – это Иисус Христос, у Него есть все, абсолютно все. Наше слово «Бог», оно оказывается санскритского происхождения. Корень нашего слова «Бог» – это «Бхаг». Это индийское слово, у нас же индо-иранская группа языков. И это вот слово «Бхаг» или «Бог», оно означает, что тот, кто имеет все. Вот слово «богатство», оно однокоренное словом «Бог». Бог богатый. Значит, Бог богат всем, у Него есть все. То есть, если ты хочешь богатства, полюби Иисуса Христа. А если ты хочешь силы, то вот к нам приходил недавно Валуй, не Валуй, Валуй тоже приходил, но он туда приходил, Федор Емельяненко. Это такой, ну, русский богатырь такой, очень смиренный такой, очень смелый, очень тренированный, очень крепкий такой мужик, уже за 40 ему, он до сих пор дерется. Такая, ну, слава нашего отечества, как бы, значит, это не такой какой-то пивной балабол, а это такой, такой воин такой. Но самый сильный – это Иисус Христос. И он это знает. То есть, есть люди, которые знают это, а есть люди, которые не знают этого, думают, что я самый сильный. В общем, Мухаммед Али думал, что он самый сильный, как бы, а оказался сильней Паркинсон. Паркинсон побил его бедного, побил его так, что он страдал всю, по вторую половину жизни. А он думал, что он самый сильный и назывался величайшим. А Фёдор знает, что Христос самый сильный, поэтому он с молитвой обращается к Богу и так далее, и так далее, и не хочет калечить людей, хочет побеждать во славу Отечества, во славу Иисуса Христа. Это другое. Богатый, сильный, красивый, самый красивый Господь. Мы, когда увидим его, мы, наверное, больше ничего не захотим видеть. То есть вот есть такая молитва Амбросия Медиаланского, где говорится, исцели уста сердца моего, уврачуй меня изнутри, чтобы я кроме тебя никакой красоты не хотел. Во всей красоте или есть Христос, или нет Христа. Вот, например, в снежном покрове на деревьях Христос есть. Там реально есть Господь. Когда листья падают зеленые, значит, если мы это желтые, там от дуновения ветерка в лесу, там есть Господь. Когда ты на берегу моря стоишь, оно плещет под ногами твоими, когда закат, солнце садится за море, как бы, или поднимается солнце из-за моря, во всем этом есть Господь. И, например, какую-то картину, например, смотришь такую, думаешь, класс, на сердце тихо, и там есть Господь. А есть красота без Господа. Есть красота злая, развратная, хищная, такая, только смотришь, такое красиво, но страшно. Нету Господа здесь. Господь красивый, но без агрессии. В нем настоящая красота, потому что есть обманчивая красота. Вот какая-нибудь там курица по подиуму ходит, для того, чтобы себе старого лимона поймать. В этом есть красота, но здесь есть грех и зло. Старого дурака, 70-летнего миллионера, кого-нибудь зацепить, и она для этого делает все. Она красивая, конечно, на нее посмотришь, думаешь, ничего себе, вот создал же Господь такое. Но у нее внутри душа демона, как бы она ищет эту жертву, чтобы сожрать этого старого придурка, который влюбится в нее, он за полгода до смерти, как бы, и все ей перепишет. Как бы здесь тоже есть красота. Это красота, она свою красоту, Богом данную, как бы посвящает дьяволу. В общем, нам с вами, дорогие братья и сестры, больше сестры, чем братья, сегодня Катеринин день, конечно, нужно вспоминать, хотя бы иногда, что мы же тоже, как бы, мы же просто люди, как бы, мы просто грязь, если честно. Что такое человек? Это грязь. А без Бога особенно. Он даже с Богом умудряется быть грязью, а без Бога это вообще просто какой-то кошмар какой-то. Какая-то болезнь на теле планеты. А с Богом мы ангелы, мы сыны царства, мы дети Божьи, с Богом. Поэтому нам нужно вспоминать о том, что самый красивый Господь, самый умный Господь, самый добрый Господь, самый сильный Господь, самый богатый Господь, при этом всем он не гордится ничем, самый смиренный тоже Господь. Меня бы раздуло, как жаба, если бы я там имел хотя бы полпроцента каких-нибудь, ничего себе, там умный, красивый, думал, ох ты, раздайся море, я приехал, как бы, значит, такой, такой, нет, Господь все имеет, как бы, никакой гордости в нем. Все в нем есть, насколько красивый Христос. И вот святая Екатерина имела такую радость, такую, от Бога, она узнала об этом небесном женихе, и она смогла быть его невестой. Не каждая девушка, красивая и умная, может быть невестой Господа. Не каждая. Все-таки надо иметь полностью сердце, отданное Богу. А если сердце хоть чуть-чуть имеет такое земное, а вот может быть мне это можно, а может быть мне вот это вот вкусное поесть, а может быть мне вот чуть-чуть этого попробовать, а потом уже к Богу. Не получается. Значит, если сердце не целиком с Богом, тогда тебя затянет, вот туда, в другую жизнь, как бы. Поэтому у нее сердце полностью Богу отданное, у Катерины. Ну, это так же, как повторяю, как у Варвары, Анастасии, Татьяны и прочих-прочих святых мучениц. Это Девы Господни, это его невесты, а он их чистый жених. И они вошли на брак Агнца. Они наши помощницы, наши ходатайцы, наши молитвенницы. И мы, мужчины, сильные мужчины, взрослые мужчины, мы не стыдимся звать на помощь этих девочек. Невинных. Которых там резали на куски буквально и солили солью. То есть, мы здоровые мужики, отслужившие в армии, как бы вроде бы такие, ничего там особого не боящиеся такие, мы, нам не стыдно звать на помощь святую девчонку какую-нибудь такую, вот типа вот святой Варвары. Такая же, ну что там этот ребенок-то? Ну 14-15 лет. Или Екатерина. Не такого вот возраста такого. Но они за Христа стружены, и резаные, и соленые, и мученные, битые, и перебитые, но полностью Богу отданные. В женщине есть такая сила, которой в мужиках нету. Если женщина отдала свое сердце истине, то все, сдайся враг, замри и ляг, она будет как камень, как кремень. В мужиках такого редко найдешь, а бабы такие бывают такие, ух, настоящие такие. Они всякие бывают, но если женщина с Богом, то вообще самый сильный человек это женщина, которая с Богом. Так, она сильнее любого мужика, это я вам честно говорю. Так что поздравляю вас, сестры, братья, с этой памятью. Еще бы долго-долго бы говорил, мне так хочется много сказать, но надо совесть иметь, надо иметь совесть. Да, потому что много всего в голове, и так прям хочется быть, говорит, хватит. Знаете, как это самое, у меня был один знакомый, это уже только пошучу напоследок, такой был один знакомый, протеерей, такой старый, он уже покойный, он говорил, что у нас был такой, он говорит, что у меня был такой настоятель, Филипп его звали, и он так любил говорить, но говорил, такие дурости всякие, такие, так нескладно, и так длинно, значит, а матушка его, этого отца Филиппа, значит, знала, что он такой лопух, она хором управляла, так вот на клиросе, а клирос же обычно стоит снизу, это хоры потом появились вверху, а вообще крылос он стоит снизу, справа, слева, и она регентовала, значит, он выходил на проповедь, такой горячий, такой весь, и говорит, эх, братья и сестры, так хочется сказать, и так много ей, что сказать, а матушка, он говорит, Филя, говорит, аминь, и заканчивал, матушка его держала в руках, в кулаке, как бы, Филя, короче, ее боялся, он как бы не мучил людей, длинными разговорами, поэтому я тоже, у меня как бы, матушки здесь нету, на клиросе, и клирос на сверху, как бы, вот, и там ее нету, короче, не буду вас мучить, главное, что Христос самый красивый, самый богатый, самый мудрый, самый добрый, самый великий, самый смиренный при этом, самый простой, вот, ему слава, и держава, и честь, и поклонение, и хвала, и благодарение, с Отцом, и Святым Духом, во веки веков, Аминь. Аминь.